Здравствуйте! В этом видео мы сошьем брюки прямого кроя по самой простой выкройке. Эту выкройку вы сможете построить самостоятельно за несколько минут, и вам потребуется буквально одна мерка. По схеме, которую я покажу, вы можете построить выкройку для самых простых брюк, для брюк-пилот, для брюк-юбки. И это могут быть не только женские брюки, но и мужские, и детские в том числе. Кстати, на мне свитер с высокой стойкой и молнией. Его построение и пошив я показывала в предыдущем выпуске. Обязательно посмотрите, если вы его еще не видели. Брюки, так же как и свитер, я сшила из трикотажа, который называется Angora Soft, из магазина ткани Александра. Ссылку на магазин я обязательно прикреплю также в описании к видео. Материал состоит из волокон вискоза, эластана и полиэстера. Ширина у этого трикотажа 150 сантиметров. При такой ширине мне потребовалось около 110 сантиметров трикотажа, то есть 1 метр и 10 сантиметров. Расчистать количество необходимого материала очень легко. Просто замерьте желаемую длину изделия и добавьте к этой величине еще 15 сантиметров на пояс и на припуски на швы. Также нам потребуется резинка длиной примерно равной мерке обхвата талии. Можете взять с запасом чуть больше, поскольку степень эластичности резинки может быть разной. Ширина резинки на ваш вкус. Как-то я показывала эту выкройку на странице в инстаграм. Итак, вам потребуется мерка обхвата бетер. Снимаем мерку в самой широкой части бетер и полученное значение разделите на 4. Эту величину отложите сверху вниз по вертикали. Поставьте отметку и также можете от верхней точки вниз продолжить линию до желаемого уровня низа изделия. То есть отложить длину изделия, к примеру, 100 сантиметров. Теперь от первой точки, которую мы получили, откладывая четвертинку бедер, отложите вправо и влево еще раз по четвертинке бедер. То есть величину, полученную по формуле обхват бедер, деленный на 4. Следите за тем, чтобы эта линия была строго перпендикулярна, то есть на 90 градусов по отношению к первой вертикальной линии. Теперь от первой верхней точки отложите те же самые отрезки, обхват бедер, деленный на 4, влево и обхват бедер, деленный на 4, вправо. И закроем квадраты по боковым сторонам. Левый квадрат будет относиться к передней половинке изделия. От нижней левой точки этого квадрата отложите влево, в продолжение линии, величину, равную обхвату бедер, деленному на 20. От крайней правой нижней точки правого квадрата отложите величину, равную обхвату бедер, деленному на 10. Либо можете просто первый отрезок умножить на 2, или, другими словами, отрезок в 2 раза больше предыдущего. Далее проведем плавную округлую линию от левой крайней точки и аккуратно приведем ее к вертикали. Ориентировочно, если замерить бисектрису угла, должно получиться около 2-3 сантиметров. То же самое повторим и с квадратом справа, но здесь бисектриса может быть больше в 1,5-2 раза. Все индивидуально. Также проводим плавную линию. На примерке вы можете оценить посадку и при необходимости углубить эту линию. Квадрат справа относится к задней половинке изделия, к задней половинке брюк. Пока постарайтесь примерно представить, что самая верхняя горизонтальная линия – это линия талии. Так вот, линия талии по задней половинке должна быть немного приподнята для лучшей посадки. Поэтому от правой верхней точки отложите вверх 3 сантиметра. Это усредненное значение. На самом деле оно может быть немного меньше, немного больше. И от новой точки проведите плавную линию к середине. При этом постарайтесь, чтобы угол справа сверху был максимально приближенным к прямому, насколько это возможно. Остается оформить внутренние шаговые линии и линию низа брюк. Для этого от крайних боковых точек просто отложим ту же самую величину, что и посередине. И соединим все точки вместе по низу. Вот и все. Выкройка брюк готова. Таким образом, бокового шва в этих брюках не будет. При желании вы можете их сделать, но я буду делать переднюю и заднюю деталь брюк цельнокройными, то есть без бокового шва. Кстати, если разделить переднюю и заднюю части друг от друга по боковой линии, то есть посередине, то вы можете делать заужение, либо наоборот расклешение каждой из деталей по отдельности. И построим пояс. Слева направо отложите отрезок длиной равной мерке обхвата бедер, а шириной равной двойной ширине резинки, плюс 2 см. К примеру, ширина моей резинки 3 см. Умножаем 3 см на 2, 6 см. И добавляем 2 см на шве, 8 см. Таким образом, ширина детали 8 см, а длина, например, 100 см. Поскольку мы имеем дело с трикотажем, с эластичным материалом, то я советую в длину пояс немного сократить. Например, на 5-10 см, чтобы деталь пояса по длине была меньше, чем длина среза талии. Излишний собранный объем по талии нам ни к чему. Вот и все, выкройка готова. Не забудьте отложить припуски на швы по всем срезам. Достаточно будет 1 см. По низу изделия можно оставить больше, 2-4 см. Итак, скроили детали. Я оставила переднюю и заднюю половинку цельнокровенными. Складываем детали пополам и соединяем внутренними шаговыми срезами. Так называются оставшиеся срезы по бокам. Закрепляем булавками, при необходимости сметываем и даем строчку на машинке. Кстати, обратите внимание, округлые линии по передней и задней половинке разные. Эти линии называются средними. И, как можете заметить, средняя линия по задней части брюк глубже, а также выше. Все в порядке, не пугайтесь, они не должны быть одинаковыми. Проложили строчки, обметали срезы при необходимости. Если у вас есть четырехниточный оверлок, вы можете стачивать и обметывать на нем одновременно. То есть одной строчкой, без прямой строчки обычной машинки. Соединим две части брюк. Одну часть вывернем на лицевую сторону, другую оставим на изнаночной. Вкладываем одну часть в другую и соединяем их по округлым средним срезам вместе. Обязательно совмещаем верхние концы, внутренний шаговый шов. То есть единственные швы, которые есть на брюках и в промежутках. Закрепили булавками, при необходимости сметываем вручную, а затем даем строчку на машинке. Перейдем к поясу. Кроили пояс. Лучше всего кроить его по уточному направлению, то есть поперек кромки. Как правило, именно поперек кромки трикотаж лучше всего тянется. Складываем пояс пополам, так чтобы лицевая сторона осталась внутри. Соединяем короткие срезы, закрепляем булавками и стачиваем. Соединяем концы резинки. Можно просто наложить одну на другую, примерно на сантиметр, либо на полтора. И прострочить. После этого вкладываем резинку вовнутрь пояса. Пояс складываем пополам вдоль, так чтобы изнаночная сторона осталась внутри. И для удобства совмещаем срезы пояса и закрепляем булавкой. При этом постарайтесь не зацепить булавкой резинку, для того чтобы она свободно перемешалась внутри пояса. Заготовим пояс. Для этого нам потребуется проложить строчку на сантиметр от срезов по всей длине пояса. И в таком виде пояс намного удобнее прикреплять к срезу талии. Единственный шов по поясу прикрепляем к среднему шву сзади. По задней части брюк. Совмещаем швы, оттягиваем середину пояса и прикрепляем серединку уже к среднему шву спереди. Таким же образом можете оттянуть пояс и срезы, найти серединку по каждой из половин и прикрепить пояс к срезу талии в промежутках. После этого даем строчку на один сантиметр от края. Фактически мы повторяем ту же самую строчку, которую проложили ранее. Также при стачивании и обметывании срезов я советую вам немного подтягивать срезы. Также при желании вы можете проложить одну, две, три параллельные строчки прямо по поясу. Обязательно растягивайте пояс для того, чтобы сохранить его эластичность. Переходим к срезам низа брюк. И здесь в припуске можно просто обметать, подогнуть наизнанку и застрочить, проложить строчку. Можно не обметывать срезы, а просто отвернуть два раза наизнанку и проложить строчку. Я воспользуюсь именно вторым способом. Для удобства по лицевой стороне можно прочертить линию и по этой линии отгибать наизнанку. А открытый срез отгибаю еще раз вовнутрь на 5 мм, либо на 1 см. Закрепляя булавкой, даю строчку на 1 мм от верхнего края. Вот и все. Брюки по самой простой выкройке готовы. Обязательно шейте для себя, подруг, всей семьи. Уверена, вам понравится. Желаю вам успешного дня. До встречи в следующих выпусках.